ну вот сегодня вечер опять я поехал подколымить вот подколымил тут чуть-чуть и у меня значит такой сегодня можно сказать обед и ужин в одном флаконе сегодня у нас что там 30 января понедельник сегодня без 26 вот такой у меня плов потом вот такие блинчики и еще я совсем уже совсем уже разжирел еще у меня тут куриный шашлык с луком и традиционно кока-колка но вот хоть можно можно покупать хоть ее поменьше теперь я нашел баночку мне много не надо этой кока-колы вот чуть-чуть она 28 рублей стоит не то что бутылку пол-литровый мне столько не надо и конечно же вот бананчиками я все это закончу вот такой вот у меня сегодня набор сейчас я готовлюсь все это съесть есть мне очень хочется вот так что мне можно это я клиент магнолии магазинов постоянный вот можно уже это мне уже можно и приплачивать я рекламирую магазины магнолия ну что же следите как говорится за движением сейчас я покушаю и буду ждать ну вы поняли новый заказ блинчики уже остыли ой как жалко вот так вкусно ведь блин хоть и вредно это особо острого ничего нету плот даже не острый совсем курица здесь тоже никакой остроты здесь такой лучок порезанный само вредно это кока-кола наверно из всего этого ну блин и наверно вредны до сосудов там это все холестерин откладываются кока-кола сладкая сейчас бананами заем и все весь жир перестанет там укладываться бананы все смоют вот увидите раз поедим куру доедим хорошо магнолий готовит мне нравится не домашние конечно но близко блинчики правда сильно такие масляные какие-то даже показывать как я жру конечно я не буду это все по вырезаю так там несколько секунд буквально останется я ходил налогово подал декларацию просто приняли штамп поставили теперь все пенсионные страховые взносы через налогово уйдут а у них там сведений еще нету появится только через две недели а я оплатил после нового года за прошлый год за 16 год после нового года оплатил там наверно какие-то пени будут а про пени я узнаю только в марте ну черт все вкусное когда-нибудь заканчивается сейчас блины закончатся закончилось плов закончился еще бананчик съем вот и поедем дальше бомбить декларацию я не сам делал конечно там есть такие всякие бухгалтерские конторки они помогают подсказывают так что деньги берут конечно сам бы я эту декларацию не сделал надо очень мозги напрягать которых нету мозгов-то и напрягать нечего кока-кола все мозги вымывает по всей видимости там сахара столько что можно убить кого-нибудь ну сволочь вкусная блядь вот делают такое а вредную еду самую вкусную самую вкусную вредную еду делаю купил домой лимоны столько лимонов купил я из них сок пью чтоб жизнь продолжалась пью лимонный сок с медом так вот сейчас бананчик так и бананчик я протру тряпочкой салфеточкой протру тут надо хоть какую-то соблюдать санитарию о салфетки замерзли так оставлять салфетки влажные в машине они все замерзают потом что-то высохнет этого банан правильно чистить отсюда не знаю получится у меня сейчас о! первый раз получилось всегда обычно с хвоста очищаю с передницы люблю бананы недозрелые когда они чуть-чуть такие кисло-сладкие ну чуть-чуть кислинка там такая чуть-чуть совсем я люблю бананы и кока-колу испивать хотя кока-кола это конечно плохо у меня друг одними бананами обедал как-то купит бананов и говорит ну это они такие питательные что бананы все заменят как бы что бананы такие насыщенные там белками там всякими углеводами лучше хлеба в то время фрукты клетчатка хоть какая-никакая очень вкусно ешьте бананы они очень вкусные а уж кому как не нравится это дело вкуса сколько придется вырезать отсюда эти паузы тут я скажу слово думаю 5 минут потом что бы еще сказать я в комментарии написал один чувак что я типа вычислю твою контору под которой ты работаешь и все заказывают я заберу вот я сижу и боюсь а вдруг вычислить а вдруг заберет у меня все заказы то вот сейчас поедем один заказ у меня был пока еще не забрал вот сейчас поедем проверим поработаем проверим сейчас а другой товарищ мне написал что что-то приземлись таксист что-то там а я чё это куда-то возвысился что ли я просто ездил там пытаюсь что-то заработать а он с украины он не на джипах ездит джипер у него прозвища ник типа там все по грязи там лифты джипы колеса там кенгурятники лебедки все круто я ему написал что вот ниже там твоей грязи я опуститься никак не смогу вот он мне что-то ничего и не ответил после этого ну все пора пора ехать бомбить не бомбить хоть что-нибудь сегодня за вас люди человеки кока-колу за вас выпью вам всем здоровья всем кто в автобусе всем кто по улице ходит не мерзнете одевайтесь тепло всем вам здоровья не болеть я пытаюсь быть искренним хотя на моей рожи очень тяжело быть искренним вообще рожа у меня злобная какая-то я так смотрю на себя в роликах лицо злобное что поделать с этим уже такое лицо уже уже поделаешь особо ничего многого такси я с 14 года вот и вначале были конечно было трудно заказ какой-либо взять вообще меня диспетчерская не воспринимала мне сказали по езди по езди к тебе привыкнут и потом будут какие-то заказы давать ну поездил конечно несколько месяцев помучился ну потом потихонечку там стали заказы возникать бывает несколько заказов там за вечер дают пять заказов уже хорошо аэропорты у меня конечно это редкость большая и то только вот туда в аэропорт как там фиксированная а вот чтобы из аэропорта это очень редко это буквально было по пальцам посчитать я раз два буквально три за три года я три грубо говоря раза вывозил из аэропорта людей за наличные деньги ну за безнал чаще конечно короче приводишь в аэропорте и может быть дадут обратно безнал безнал тоже нормально безнал тоже нужен на баланс он сразу идет и не пустой ешь обратно а то часто пустой ешь а стоять в аэропорту ночью там некоторые стоят ну нахер на это надо когда можно за за 20 минут доехать до центра за 25 минут например и там уже будут заказы и что-нибудь словить там рублей на 500 на 600 потому что у меня такая как бы тактика что ли но по-другому не получается мне я беру что дают вот и везу там стою недолго если там ничего нету ничего не удается взять я просто тупо еду в центр вечером это недолго куда доехать до машина едет тратится бензин амортизация сюда износ ну я я не даю и жару как бы не даю коксу зачем я спокойно еду потихонечку доезжаю в центре обязательно всегда какой-нибудь заказ найдется редко бывают нету это вот редкие дни бывают когда вот реально ничего взять невозможный день бывает просто в хвосту мы потом там на все еще дни это как бы ну не сказать компенсируется ну как-то так складывается ситуация что эти заказы они как бы потом но этот идут и как бы уже забывается и нормально ты таких рейсов у меня как бы но несколько бывает у 5 там 65 по это 4 но редкий кайз заказы по межгорода я вообще никогда не ездил может она и хорошо так куда-то там далеко в области это тоже редко там у меня тоже раз пять только было где там стоимость заказа там за 2000 переваливает а еще один раз я в аэропорт привез значит людей вот и ничего нету как бы из аэропорта из домодедово я там раньше можно было крутануться около аэропорта сейчас там все загородили развязку там открыли может был крутануться и как бы и мимо аэропорта проехать вдруг сегодня какой-нибудь заказ возник тоже стоять там я не могу меня там такого блата нету чтобы стоять ну или платить за это я не хочу люди стоят и ну кому-то надо доехать там что-то такси не сложилось в жулебина я взял семью у них такси приехал терминал тоже д этом какой-то но он приехал не в домодедово шереметьево им звонит я приехал они как бы им такси то надо здесь сейчас они они пока он там и шереметьево до них доедет еще целый через час подвез если вы из аэропорта давали бы обратно сразу то конечно никто бы ничего не пытался бы не искал но это может зависеть еще от того какая у тебя новая машина и какие-то рейтинги там а я по нескольким как бы типом заказов работаю у меня старая машина для яндекса не знаю наверно в будущем яндекс и убер все всех поглотят хотя вот в убер сейчас машину можно и мою в принципе там 2004 год порог старости меня шестого года и когда я выезжаю прямо из дома в старом дня обычно выезжаю потому что я там сплю с утра ну тоже обычно я в город заезжаю и там уже где-то заказ какой-то берется так чтобы мне замка там где живу чтобы там прям заказ но тоже редко это редко все-таки у меня не яндекс там не убер может к уберу при подключиться вот заказ первые еду по ленинскому на пудовкина а с пудовкина поем на большую грузинскую а там нужно детское кресло бустер вот поэтому такая цена вот приехал на пудовкина кор 6 корпус 3 шлагбаум меня пустят и поедем потом на грузинскую довез я на грузинскую значит пудовкина но очень сложный двор там был снимать не мог я у меня очень мало времени на камере остается я там наболтал вообще когда ужинал вот так что ждем заказ вот еду на живописную из центра с грузинской не было заказов вот такая дальняя подача в этот раз а потом на вокзал на белорусский а потом вроде опять обратно на живописную но посмотрим сколько это денег принесет и я покажу а я значит на белорусском вокзале 336 рублей и все обратно я не поеду не нужно время 20 на 11 день сегодня такой так себе не значит заказ еще тут мне через полчаса с белорусского вокзала стим не на 20 и 40 заказ с белорусского вокзала на проезд березовой рощи еще ждать полчаса не люблю я эти ожидания такие долгие я читаю я читаю я читаю я читаю мы я читаю я читаю я читаю нам друг друга очень не хватает если нас разделяет пять минут ручки твои сжимаю нежно своей рукой и чувствую понимаю Мне повезло с тобой Вот и денежки на проезд Березовой Рощи Футы блять, в Белорусскую вокзал На Березовую Рощу Проезд Березовой Рощи Все, всем пока, время кончается